Ждает ли смерти доллара? Конвертацию развивающимися странами долларов и евро в товары. А через два часа на том же пленарном заседании заявил, что доллар должен стоить раза в полтора дороже, чем сейчас. 70-75 рублей. Потому что экспортерам, которых Путин перепутал с импортерами, невыгодно. Да и отечественный производитель при нынешнем курсе не выглядит конкурентоспособным. На том же питерском форуме первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал оптимальным курс доллара на уровне 70-80 рублей. И сказал, что правительство уже работает над тем, чтобы его туда отправить. Сделать это непросто. Если раньше всегда под рукой было бюджетное правило, и правительство с ЦБ скупали на рынке излишки валюты, сейчас так не получается. Им эта валюта как собаки пятая нога. Ничего толком сделать они с ней не могут. Но выкрутиться можно даже не сомневаться. Потому что экспортеры это Сечин, Миллер и прочие Михельсоны с дерипасками. Люди сплошь уважаемые и чрезвычайно влиятельные. Для них-то и подправят курс. Всем остальным этим воспользоваться будет чрезвычайно сложно. Достаточно посмотреть, что происходит в российских банках с валютными депозитами и текущими счетами. Простым же гражданам полуторакратное ослабление рубля. Ведь если Путин говорит, что курс должен быть 75, он и будет 75. Причем ЦБ обеспечит его исключительно рыночными методами. Так вот, укрепление доллара вернет инфляцию и душевное равновесие. Потому что когда начинаешь пересчитывать по нынешнему курсу цены в магазинах, желание что-нибудь покупать мгновенно пропадает.